Здравствуйте, студенты. Я очень рада быть здесь сегодня и рассказать вам про визуализацию данных, про бизнес интеллигенс. Почему вообще система эта возникла и вообще зачем она нужна? Дело опять же в нашей цифровизации, в проникновении аналитики в общую корпоративную культуру. То есть если раньше анализом данных занимались три выделенных человека и, соответственно, руководители принимали решения, то сейчас благодаря тому, что происходит цифровизация, что происходит проникновение data-driven подхода, доступ к данным хотят иметь очень много сотрудников и вносить свой вклад в поиск точек эффективности, узких мест. И вот бизнес интеллигенс, особенно self-service бизнес интеллигенс, помогает с этим работать. Давайте начнем по классике с определения. Что такое бизнес интеллигенс? Речь идет, безусловно, о компьютерных методах, которые позволяют обычным пользователям видеть машинную информацию. Но и при этом очень важно понимать, что бизнес интеллигенс подразумевает, что с информацией работает не один, не два человека, а очень много людей в компании. При этом self-service BI подразумевает, что без программирования, без каких-то особых навыков, обычным драк-н-дропом мы можем сами сформировать модель данных, можем сами создать виджет, дэшборд и поделиться им со своими коллегами, с руководителем, не прибегая к помощи ИТ. Собственно, что является результатом работы в системе BI? Это регулярные отчеты. Я думаю, что все с ними так или иначе знакомы. Например, те же самые ведомости с оценками. Это, в общем-то, можно отнести к определенному регулярному отчету. Он бывает как произвольный, так и регламентный. Регламентный означает, что он должен соответствовать определенным требованиям по отступам, по полям и так далее. То есть есть четкий регламент на его создание. Отчет по запросу или ad hoc отчет. Это очень интересный документ, потому что это исследование по факту, когда есть какие-то отклонения, когда мы хотим провести исследование нового вопроса, проверить гипотезу. Да, мы обращаемся к отчетам по требованию или к ad hoc отчетам. Чуть подробнее попозже расскажем об инструментах, с помощью которых можно делать такие отчеты. Ну, интерактивный дэшборд. Вообще BI равно интерактивный дэшборд по большей части сейчас. Такое впечатление производится. С помощью интерактивных дэшбордов мы можем в интерактивном режиме смотреть разные разрезы, делать разные различные сортировки, фильтрацию. И опять же, вот подробнее об этом сейчас буду рассказывать. Ну и дэшборд презентации — это уже финальная история для руководства. В виде картинки мы представляем какую-то финальную историю. Ну, собственно, примеры дэшбордов вы можете видеть везде. В данном случае вы видите пример Яндекс.Метрики. Я думаю, что когда вы на своем мобильном телефоне открываете приложение мобильного оператора и видите, сколько у вас денег на счету, сколько минут осталось на интернет, на звонки, это, собственно, тоже дэшборд. Да, они у нас, в принципе, везде нас окружают. Так или иначе, вот здесь мы видим более серьезный дэшборд, работа в России. Здесь у нас есть цифровые индикаторы. Вот видите, 905-932, да, это у нас цифровой индикатор зелененьким. Несмотря на то, что там стоит минус, но он зеленый. Почему? Потому что это про безработицу. Когда безработица сокращается, у нас идет индикация зеленым цветом, потому что это положительная тенденция. И также в скобочках у нас есть процентное изменение. Это относительное. Есть абсолютные величины, есть относительные величины. Также у нас здесь и различные графики, диаграммы, которые позволяют нам сразу, да, взглянув на дэшборд, видеть состояние и принимать различные решения. Но опять же, дэшбордов бывает, дэшборд, ну, опять же, мы можем посмотреть на определение дэшборда и понять, что, безусловно, дэшборд представляет прежде всего самые важные показатели, да, какие-то агрегаты, которые позволяют нам видеть статус, да, по каким-то различным вопросам и также динамику. Дэшборды бывают статичные, интерактивные, как я говорила, с различными переходами и фильтрами. Ну и понятно, в BI-системах у нас дэшборды подразумевают обновление информации. То есть когда появляется новая информация, дэшборды автоматически ее у себя обновляют. Ну, глобально дэшборды можно разделить на три такие группы. Стратегические дэшборды, аналитические и операционные. Давайте посмотрим, в зависимости от чего они разделяются. У нас есть, соответственно, различная целевая аудитория. Да, для топ-менеджмента, для которых нужно показать информацию крупными мазками, мы используем стратегические дэшборды. Для руководителей среднего звена, для руководителей подразделений нужны аналитические дэшборды, которые содержат больше информации, которые позволяют проваливаться в различные аналитические срезы, для того, чтобы они, собственно, проводили расследование и знали не только результаты, но и как эти результаты были получены. То есть все движение от транзакции до каких-то показателей. Ну и операционные дэшборды, они, как вы видите, показывают краткосрочный период. Это может быть история за день. Они, соответственно, предназначены для всех. Говоря об операционных дэшбордов, например, наш офис находится рядом с офисом Додо Пиццы, и у них на большом экране есть карта России, на которой видно прямо в режиме реального времени, где, когда заказывается, сколько пицц. То есть вот какой пример операционного дэшборда, ну вот представлен на телевизоре. Я тоже еще приведу, еще будет вариант. Итак, вот вариант стратегического дэшборда. Это у нас панель губернатора. Губернаторы должны отчитываться по 20 ключевым показателям. И вот один из таких примеров. Вы видите, что есть 20 показателей. И, собственно, мы зелененьким видим положительный тренд, да, результат. И красным – то, что у нас не соответствует нашим ожиданиям, да, отличается от плановых ожиданий. Какие рекомендации есть для формирования стратегического дэшборда? Ну, опять же, целевая аудитория, прежде всего, для кого он предназначен. В принципе, этот человек или эти люди, да, они будут диктовать основные условия для создания такого дэшборда. Дальше мы должны понять, что, безусловно, стратегический дэшборд – это отражение достижения стратегических целей компании. Поэтому, безусловно, цели и то, что отображается на стратегическом дэшборде, должно коррелировать. Опять же, поскольку это документ, ну, в данном случае, приложение для высшего руководства, то здесь большой роль играет дизайн. То есть, как, собственно, оформлен такой дэшборд. И здесь self-service BI, опять же, позволяет это делать с помощью drag-and-drop. Можно настраивать цвета, можно настраивать какие-то элементы дэшборда, чтобы это было сделано красиво. Ну, и опять же, в таких вот случаях, когда, ну, все-таки серьезное изменение темы, там для нас эта тема называется, когда определяются основные параметры внешнего вида дэшборда, то здесь можно подключать уже CSS и там JavaScript, HTML. Собственно, какие еще рекомендации можно дать? Можно использовать прогнозирование. Безусловно, руководителю будет удобно видеть не только исторические данные, какие результаты мы достигли к данному моменту, но и как будет развиваться ситуация, если мы продолжим работать в том же духе. Да, для этого на дэшборде можно выводить различные прогнозы. Сейчас мы тоже такой посмотрим пример. Ну, и опять же, к стратегическим дэшбордам обычно есть сопроводительная записка, где аналитик может отметить те инсайты, какие-то свои выводы, которые он сделал во время подготовки этого дэшборда. А сейчас перед вами, собственно, пример дэшборда с прогнозом. У нас здесь подключены модели машинного обучения, которые, например, справа позволяют по сотрудникам предположить, вот если они будут продолжить работать в том же духе, как они работали до этого, какой результат будет достигнут до конца года. А на основном графике мы видим прогноз по товарным категориям. Вот те столбики 5, которые бордового цвета начинаются, да, с бордового цвета, это уже прогноз до конца года по товарным категориям. Идем дальше. Аналитический дэшборд. Как я говорила, аналитический дэшборд предназначен больше для руководителей среднего звена, которые должны владеть полной информацией о том, что происходит. Поэтому, как мы видим, здесь справа очень много различных фильтров. Вот в данном случае у нас товарные категории, отдельные товары, офисы. Здесь у нас представлен график линейный по месяцам. Мы можем отслеживать какие-то сезонные отклонения. И по годам. Мы смотрим динамику по годам. Безусловно, когда мы идем к рекомендациям, чтобы такой аналитический дэшборд сформировать, мы говорим о том, что временные показатели должны быть разные учтены. То есть нужно смотреть данные в разрезе дней, недель, месяцев, лет. И иметь на графике такую возможность посмотреть. Различные разрезы нам нужны. Мы должны внимательно продумать структуру такого дэшборда, понять, да, какой график нам нужен, чтобы лучше представить нашу информацию. Мы должны смотреть, опять же, должны использовать различные фильтры, да, иметь возможность осуществлять детализацию данных. Используются два таких как бы инструмента для детализации данных. Один называется drill down. Когда мы проваливаемся внутри графика, например, у нас есть товарные категории, мы нажимаем на drill down и оказываемся в конкретном товаре. Или другой вариант. Один инструмент у нас есть года, мы проваливаемся в месяцы, а из месяцев, например, в недели. Другой инструмент — drill through, который означает, что при нажатии, например, на элемент графика, на ту же самую товарную категорию, мы можем провалиться в итоге на отдельный дэшборд, который посвящен именно товарной категории. То есть, ну, вот различные такие приемы в дэшбордах используются. Также мы должны подумать, как мы будем делиться данными. Потому что, безусловно, находясь на этом уровне, нужно иметь возможность выгрузить данные, можно иметь возможность отправить определенным сотрудникам, чтобы получить, например, комментарии. То есть здесь вот открытость к экспорту или просто шарингу, да, дэшбордов имеет довольно большое значение. И следующий вид операционного дэшборда, аналитической панели — это операционный дэшборд. Здесь, как я говорила, используется, ну, на примере мы сейчас видим с вами дэшборд. Глобус здесь должен вращаться, здесь у нас нет картинки, да, но вот в реальном исполнении глобус вращается. Этот дэшборд используется для назначения средств встреч с импортерами. То есть была выставка, на которой встречались различные импортеры-экспортеры, было расписание встреч, и, соответственно, визуализация этого расписания была на этом дэшборде. Данные обновлялись каждые 30 секунд, то есть назначалась встреча, и через 30 секунд она оказывалась на этом дэшборде. Вот такой интересный пример визуализации данных. Ну, опять же, здесь речь идет, конечно, об оперативности, об обновлении данных, что надо иметь возможность всегда актуальные представлять и, собственно, настраивать это обновление. Здесь вот первый и четвертый пункт, в общем-то, об одном и том же говорят. Ну и, опять же, мы говорим здесь о показателях. Они должны быть понятны, очевидны. Это требование к созданию дэшборда, одна тема, один лист, да, то есть как бы стараться, чтобы он не вводил в заблуждение, да, и очень четко показывал информацию по одной теме. Ну и идем с вами дальше. Я хочу, несколько слов, опять же, упоминали, да, что мы уже обсуждали сегодня различные инструменты, что происходит с данными, да, BI имеет тоже свою схему, безусловно. Да, у нас есть источники данных, у нас есть хранилища, куда эти данные, где данные объединяются, да, выстраиваются в определенные витрины данных. Дальше к этим данным получают доступ, ну, вот, собственно, визуализаторы дэшбордов, конструкторов, отчетов, KPI, метрики, ну и AllabCube, да, есть тоже такой инструмент AllabCube, как раз предназначенный для AdHoc-отчетов. Ну и, безусловно, как и без наших любимых моделей машинного обучения, они также смотрят на это хранилище для того, чтобы создавать прогнозы. Пару слов об AllabCube. Собственно, это обработка многомерных массивов данных. Здесь у нас мы видим три грани видимых, да, у нас есть грань товара, есть грань месяца, есть грань города. Вот первый оранжевый срез, да, аналитический, нам позволяет посмотреть продажи товара N в Москве в феврале. Второй срез – продажи товара 2 в Владивостоке в декабре. То есть, благодаря вот этой многомерности мы можем выносить различные размерности и факты и вот создавать любые аналитические срезы, ну, желательно в интерактивном режиме, да, чтобы проводить наши расследования и проверять наши гипотезы. Ну, аналитический цикл состоит из определенных этапов. Да, мы начинаем со сбора информации, дальше мы ее анализируем, мы формируем замысел нашего аналитического документа, дашборда, отчета, дальше мы представляем его руководству, руководство принимает решение, происходит оценка нашего решения, ну, и дальше, опять же, идет постановка целей и задач. Но при этом очень важно понимать, сколько времени уходит на один, ну, на один из этих циклов, да, на один из этих этапов. То есть, безусловно, сейчас по факту сбор информации, ее подготовка занимает самый большой, самый промежуток времени. В идеале, конечно, мы хотели бы стремиться, и это так, я думаю, что этот тренд положительный, мы будем стремиться к тому, что подготовка данных будет занимать меньше времени, и больше мы, конечно, будем тратить время на аналитику, на прогнозирование, на вот их анализ, что позволит нам принимать более грамотные решения и выуживать действительно в этом потоке информации ценности, которые позволят улучшать бизнес и формировать новые конкурентные преимущества. Ну, собственно, для чего компании внедряют систему BI? Ну, опять же, нужно понимать, что система BI позволяет визуализировать данные, которые раньше были скрыты в каких-то базах данных, да, для того, чтобы к ним получить доступ. Нужно обратиться к специалистам из ЭТ-отдела. Здесь, соответственно, все данные, да, начиная, опять же, с транзакции до каких-то агрегатов доступны, и доступны при этом в любой момент. Мы знаем, как они считаются, да, для всех агрегатов понятна методика расчета, ну, и все это позволяет нам сформировать вот такую единую точку правды. То есть здесь мы понимаем, откуда взялись данные, почему они именно такие, и они у всех одинаковые. Это очень важно. Ну, опять же, данные представляются в удобном формате, как мы говорили, что, безусловно, надо работать над дизайном дешбордов, смотреть, чтобы они были легкие в понимании. Ну, и BI — это все-таки универсальное решение, он подходит для разных отделов, для разных целей и задач. Поэтому, опять же, внедрив там BI в одном отделе, очень легко его потом перенести в другие отделы. Ну, есть несколько цифр, которые говорят об эффективности внедрения системы BI. Да, мы говорим о том, что время, затраченное на поиск и доступ именно к отчетной информации, да, к данным сокращается на 51%, а на Альнез информации тратится на 48% времени меньше. Есть информация про то, что окупаемость такой системы составляет 12 недель. Ну, и дальше из цифр мы можем видеть, что в итоге это приводит к определенной, к 16% величине выручки. Понятно, что это там средненные какие-то цифры, да, но, тем не менее, это вот такие бенчмарки, на которые мы ориентируемся при внедрении системы Business Intelligence. На рынке существует огромное количество BI-систем сейчас и российских. Ну, понятно, что зарубежных уже гораздо меньше, но, тем не менее, да, здесь есть большой выбор, чтобы внедрять. Есть и облачные, и on-premises, и, соответственно, ну, опять же, каждая система, но в данном случае можем сказать, что имеет свою специфику, потому что все системы разрабатывались, ну, в определенных условиях, и поэтому, безусловно, у каждой системы есть своя специфика. Наша специфика, например, это self-service, это простота и удобство. Мы говорим о том, что мы очень эффективно работаем с большими объемами данных, ну, и email, конечно, компонент является нашей такой отличительной особенностью. Еще я хотела показать, вот говоря о данных, о том, что сейчас мы больше времени стратим на сбор информации, а в будущем все-таки должны тратить больше на, ну, собственно, непосредственно анализ. Это говорит о том, что мы все-таки идем в определенной эволюции зрелости данных. Здесь у нас пирамида дама-бок, да, где мы можем видеть, собственно, как происходит управление данными на предприятиях. Мы видим, что BI, вот я оранжевым выделила, хранилище данных и BI, оно появляется на третьей фазе работы с данными, и уже потом четвертая, собственно, data mining, big data и ML. То есть это, ну, как бы только маленький кусочек работы с данными, которые осуществляются в компании. Ну, и по мере того, что все вот эти этапы хорошо выстраиваются, то и, соответственно, сбор там и подготовка данных будет занимать все меньше и меньше времени. Ну, и, собственно, несколько слов к завершению компании Polymatic. Мы на рынке работаем действительно уже второй десяток. Нашими основными клиентами являются ФНС, ПФР, Минздрав, есть другой интересный заказчик РЭС, про историю которого я уже, дашборд которого уже рассказывала. Ну, собственно, вы представляете, если мы работаем как базовая аналитическая платформа ФНС, то мы, в общем, обрабатываем очень большое количество транзакционных данных и мы являемся критически важным приложением. Но помимо госсектора мы работаем и в других индустриях. У нас есть ритейл, энергетика, банки, телеком. Про наши кейсы можно почитать на нашем сайте. И, собственно, давайте про продукты немножко расскажу. Ну, как я говорила, у нас есть, безусловно, аналоги западных режимей, потому что сейчас тренд на импортозамещение, поэтому позиционируем себя как продукты, которые могут замещать клик, табло, по RBI, решение SAS, ну и, собственно, по разрезе четырех продуктов. Полиматика Dashboards — это конструктор информационных панелей. Полиматика Analytics — это, собственно, A-Lab. Да, мы называем его аналитической платформой с мультисферами внутри. И есть полиматика ML — это конструктор модели машинного обучения. И полиматика Decision Manager — это система, которая позволяет принимать решения в автоматическом режиме. Ну и немножко про каждый продукт, буквально пару слов. Про Dashboard уже говорить ничего не буду, мы посмотрим это в ролике. Про A-Lab — систему. Мы действительно работаем с большими объемами структурированных данных. Это наше преимущество. Собственно, FNS благодаря этому нас и выбрал. Ну и, собственно, внутри системы мы работаем в режиме сводных таблиц. Мы можем выносить размерности и факты, можем строить различные отходка счеты, применять математические, статистические и логические операции. Есть Data Mining, то есть есть кластеризация по одной кнопке и ассоциативные правила. Мы предоставляем доступ студентам. То есть, в принципе, если вы оставите на сайте запрос, то я, скорее всего, с вами свяжусь и предоставлю вам доступ для того, чтобы потестировать дашборды и аналитикс. Инструмент полиматика email в данном случае был создан для того, чтобы люди, опять же, бизнес-пользователи, как я говорила, наши все системы ориентированы на бизнес-пользователей, могли создавать модели машинного обучения без программирования. То есть это конструктор, с помощью которого вы можете дрэк-н-дропом вытащить случайный лес, не знаю, различные другие алгоритмы, посмотреть, какой лучше. У нас даже есть AutoML, который, в принципе, даже без выбора определенного алгоритма позволяет самостоятельно выбрать наилучший вариант и в итоге создать модель. Ну и второй момент — это не только, собственно, создание модели, но и ее применение на практике. То есть мы создали модель, но дальше ее надо внедрить, и у нас есть, опять же, встроенный механизм в платформу, который позволяет создать, например, пакет, сервис для того, чтобы, например, работать как в банковском скоринге в режиме сервиса, то есть приходит запрос и выдается ответ, либо в режиме пакета, когда мы просто натравливаем нашу модельную таблицу, например, как по оттоку, и смотрим, какой клиент у нас склонен покинуть там компанию в ближайшее время. Ну, то есть вот этот механизм контроля, прохождения модели различных циклов этапов жизненного цикла, он встроен в платформу, в том числе и мониторинг. Кстати, что тоже очень интересно и уникально. Ну и наш последний продукт на данный момент — это интеллектуальная система поддержки принятия решений. Ну, собственно, опять же, классический пример — это банковский скоринг, когда приходит заявка на получение кредита, и благодаря применению либо различных моделей машин на обучение, которые мы берем из полематики ML, либо экспертных правил, где сами сотрудники определяют, там, 18-летнему человеку мы кредит не даем, а 21-летнему уже даем. То есть здесь вот такие правила. У нас есть внешние данные, например, ну, собственно, кредитная история, которую мы запрашиваем, либо какие-то внутренние данные свои по этому человеку. И благодаря соединению всех вот этих знаний о потенциальном заемщике мы даем решение — выдать кредит, не выдать, какая сумма, на какой срок. Ну и, собственно, чисто в системе есть визуальный интерфейс, который позволяет нам, опять же, вытаскивать различные компоненты, их настраивать, и благодаря этому, проходя вот по такой цепочке определенных действий, да, выносится решение. И, что очень важно, да, эта система работает в режиме, ну, реального времени, будем считать, что приходит заявка, и очень быстро, да, предоставляется какой-то ответ. Ну, есть различные направления, я уже рассказывала про банк, ну, такой же вариант есть про ритейл, например, Next Best Offer, да, довольно популярная история для ML и интеллектуальной системы принятия решений. У нас, например, сейчас очень интересный кейс в здравоохранении, когда, например, на вредных производствах нужно отслеживать здоровье сотрудников, их очень много, поэтому собираются различные данные с помощью моделей машинного обучения, ну, вообще отслеживается здоровье, да, смотрится, кому уже там надо отправить на консультацию, кому надо какие-то еще действия предпринять, то есть вот внедрение, на самом деле, инструментов машинного обучения происходит в различных уже отраслях и в различных аспектах. Ну, наверное, про преимущества я особенно говорить не буду, хочу сразу перейти к ролику. Значит, во-первых, мы занимаем первое место в рейтинге BI-платформ, да, по версии CNews, но и, собственно, ролик, который я хочу вам сейчас показать, это наше домашнее задание для мероприятия, называлось оно «Битва BI» или вот как тут написано «Шоу фестиваль российских решений BI-системы», нам было выдано домашнее задание. Наши организаторы, они занимаются обработкой заявок по цифре, по газификации, то есть вот сейчас есть федеральная программа по всей стране, можно отправлять заявки, и тогда вам там газ проведут или там еще какие-то действия сделают. То есть что происходит? Есть заявка, она регистрируется, по этой регистрации заявки должен быть заключен договор, и договор должен быть исполнен в определенное время. Ну, собственно, вот этот процесс, который происходит с работой с заявками, он требует определенного мониторинга. Ну и, собственно, создать такой дэшборд управляющий, который позволяет отслеживать эти заявки, было нашим домашним заданием. Я предлагаю теперь перейти к ролику и, собственно, посмотреть наше домашнее задание, которое мы подготовили для этого мероприятия. Ну и, соответственно, там будет продемонстрирована работа полиматики Dashboards, немножечко будет полиматика Analytics в виде таблицы, вы увидите, и, собственно, полиматика ML для прогнозирования рисковых договоров. Ну и параллельно ждем вопросов тогда, если будут какие-то вопросы. Буду рада после ролика на них ответить. Полиматика Dashboards является простым и быстрым в освоении конструктором информационных панелей. Основные принципы полиматика – самообслуживание и открытость для добавления собственных компонентов. Возможности полиматика Dashboards. Большой выбор готовых визуализаций. Простое добавление кастомных виджетов. Продвинутые механизмы фильтрации и сортировки – drill down и drill through. Гибкие настройки доступа к данным и дешбордам. Гибридное подключение к источникам с импортом данных и прямое подключение. На первом этапе создания дешборда мы обращаемся к подготовленной витрине для загрузки данных. В датасете мы можем просмотреть данные, настроить отображение колонок, переименовать колонки для того, чтобы их название корректно отображалось на дешбордах. Настроить права доступа, в том числе ограничения по строкам. Эта задача особенно актуальна для дешбордов, охватывающих, например, все регионы России. Можно использовать один дешборд, а пользователи из разных регионов будут видеть только свои данные. Пример такой настройки вы видите на экране для Алтайского края. Здесь же можно настроить период для автообновления данных. Сейчас мы находимся в модуле менеджер. Он позволяет управлять другими модулями системы, отвечает за работу с источниками, коннекторами. Здесь же создаются шаблоны фильтров, которые можно переиспользовать в разных модулях и осуществляется управление пользователями. Оно у нас гибкое, благодаря возможности создавать составные роли. Теперь перейдем в модуль Dashboard. Для выполнения задания нам требуется кастомизация внешнего вида информационной панели. Для этого мы создаем пользовательскую тему, настраиваем палитру. В теме используем JavaScript, CSS для настройки цветов, теней, отступов, шрифтов и их размеров. Наша тема называется BitWeb.i. Дэшборд для задания практически готов, не хватает последнего виджета. Входим в режим редактирования. Для этого задания мы используем только готовые визуализации из коробки, в данном случае круговую диаграмму, на которой можно показать структуру заявок. Мы выбрали датасет и перетягиваем нужные поля. Структуру заявок мы покажем с помощью детализации Drill Down. Отсортируем данные по убыванию. Перейдем в раздел «Настройки отображения виджета». Несем название. Выберем тип «Донат». Отображение значений. У нас есть такая настройка, как сжимать маленькие сегменты в один, а легенду мы отобразим слева. Наш виджет готов. Мы его сохраняем и видим, как он отображается на листе. Теперь нам нужно привязать фильтры. В версии, которая вышла в августе этого года, полностью изменился механизм работы с фильтрами, позволяя соединять виджеты из разных датасетов. Сами фильтры могут создаваться как из датасета, так и вручную. И последний штрих. Применим подготовленную пользовательскую тему. В настройках выбираем вариант «Битва BI» и видим, как происходит преображение нашего дешбарда. Вернемся к виджету с круговой диаграммой, посмотрим на него со стороны пользователя. Нашей задачей является возможность показать структуру заявок по трем направлениям – статус, структуру отклоненных и источники. Через механизм «Drilldown» мы можем переходить по уровням, просматривая нужную нам информацию. На самом виджете можно сортировать заявки, если хотите изучить значения по возрастанию или посмотреть, как ситуация развивается с переходом заявки с этапа на этап. Согласно техническому заданию, на дешбарде есть три основных фильтра и дополнительные по годам. Фильтры создавались из датасета. Выберем Архангельскую область. Индикаторы и три графика перестроились. Мы видим, какие меры социальной поддержки актуальны для этого региона. Фильтры можно настраивать иерархией. Мы видим только районы и населенные пункты, относящиеся к верхнему уровню. Давайте посмотрим на примере Липецкой области. Выберем три района. Чекбоксы нам это позволяют. И в третьем фильтре мы будем видеть только населенные пункты, которые входят в эти районы. Индикаторы, соответственно, перестроились. Давайте снимем фильтры. У нас есть удобное окошко для контроля фильтров на листе дешбарда. Дополнительный фильтр по годам позволяет нам выбрать конкретный год для планфактного анализа. Мы видим, что Липецкая область показывает незначительное отклонение факта от плана. Финализирует наш дешбор два графика. Объем мер соцподдержки по годам в настоящий момент для Липецкой области. И график топ-5 регионов по просроченным договорам. Мы подготовили рейтинг, а подробности по заявкам мы предлагаем посмотреть в полематике Analytics. Здесь можно визуализировать большие объемы исходных данных. По сценарию генерировать различные аналитические срезы, на которые можно попасть по ссылке в системе. Здесь есть все атрибуты заявок. По ним можно сделать фильтрацию и при необходимости полученный срез выгрузить в Excel. Помимо работы с данными на исходном уровне детализации, Полиматика предлагает продвинутые инструменты по использованию моделей машинного обучения. Поэтому мы дополнительно подготовили дешборд по прогнозированию просрочек исполнения договоров. На круговой диаграмме мы видим общее количество договоров на газификацию с высоким синий цвет и низким голубой цвет, риском просрочки целевого срока подключения. Получается, что четверть всех заявок в настоящий момент является рисковой. На карте лидеры по просрочке у нас обозначены красным, в желтом – средний уровень и в зеленом – регионы с минимальной вероятностью просрочки. В топ-20 регионов первое место занимает Мариэлл и очень близко к ней Московскую область. Расчет шел на общее количество поданных заявок. Также есть прогноз по исполнителям – топ-10. Используем график-фильтр, чтобы посмотреть, в каких регионах они работают. Ниже представлены таблицы с заявками, которые можно отсортировать по вероятности просрочки в меньшую или большую сторону. Дэшбордом можно поделиться с внешним пользователем или встроить его на сайт. Система предоставляет возможность генерировать ссылку в нескольких режимах, неограниченные по пароле, по времени. Доступ предоставляется только на просмотр, то есть без возможности вносить изменения. Активный слой дэшборда можно экспортировать в форматах JPEG, PNG и Excel. В завершении хочется еще раз напомнить основные преимущества полематика. Платформа, ориентированная на бизнес-пользователей. Специализация на продвинутой аналитике и машинном обучении. Открытость. Аналитический стандарт ФНС. Ну что ж, большое спасибо, Наталья, за интересное выступление и ролик, который дал нам возможность посмотреть, как это работает на практике. Для нас это очень важно и интересно. Поступил ряд вопросов. Давайте я их озвучу, чтобы мы могли немножко с нашей аудиторией пообщаться. Вопрос от Михаила Бочарова. Считаете ли вы, что дэшборды можно использовать для реализации разведочного анализа данных, в том числе в образовательных системах? И какие средства можно для этого использовать? Ну, насколько я понимаю, разведочный анализ подразумевает структуру данных, посмотреть средние, несредние, какие-то показатели. Для этого лучше, безусловно, использовать полематику Analytics. Все-таки не в виде дэшборда, а в виде реальной аналитики, когда нужно построить график для того, чтобы посмотреть, как данные распределяются, но при этом вам не нужен этот дэшборд на постоянной основе. То есть для чего все-таки нужен дэшборд? Он нужен, когда данные обновляются, и вы постоянно осуществляете мониторинг. А вот разведочное исследование для меня — это просто исследование. Также у нас есть полематика ML, где вообще есть модуль, который называется Data Discovery. Он вообще для этого предназначен. То есть создаются различные корреляции, другие какие-то истории, и вы можете прям посмотреть статус данных, начиная от профиля и заканчивая применением различных методов. Большое спасибо. В чате идет активная дискуссия между преподавателями и студентами. Всех очень интересует, как можно попробовать. Вот, может быть, вы порекомендуете какую-то модель? Вот, например, преподаватель заинтересовался, хотел бы включить эти инструменты в свой курс. Студенты бы хотели поучаствовать. Но можно ли сначала попробовать, прежде чем бросаться что-то покупать? Как я говорила, во время выступления вы можете либо оставить заявку, либо писать мне напрямую. Можно вывести последний слайд моей презентации, там мой контакт с электронной почтой. Соответственно, можете сразу мне писать, я буду представлять доступы. Смотрите, какая история. Если у нас обращается преподаватель, мы, соответственно, связываясь с преподавателем, предоставляем ему доступ и ему даем доступы для студентов. Допустим, на какое-то количество студентов, чтобы это было какое-то обучение целенаправленное. Если обращаются отдельные студенты, им просто отдельные доступы выдаются, чтобы они посмотрели в том режиме, в котором им удобно. А на ваш взгляд, какая была бы более эффективна модель взаимодействия, когда студент выступает как частное лицо, у которого есть какие-то идеи, или когда есть какой-то процесс учебный? Безусловно, мне кажется, интересно совместно решать какие-то кейсы. Есть, опять же, задание, и мы вместе его выполняем. У меня есть, опять же, дэшборды. Все-таки дэшборды — такая история визуализации данных. А вот когда есть определенный KPI, в принципе, все равно дэшборды так или иначе приводят нас к KPI. Мы отслеживаем объем продаж, оборот, какие-то еще истории. А вот как раз, когда мы занимаемся аналитиксом, у нас там вообще широкий охват возможностей делать различные выборки. Создавать, например, у нас был кейс «Найди убийцу». Значит, у нас есть база данных по магазину строительных материалов. И вот мы там «Найди убийцу», в смысле маньяка-убийца подразумевается, что мы выбрали там лопата, там еще какой-то набор товаров является признаками убийц. И мы искали чеки, которые содержат вот такие товары. И вот действительно нашли там четыре чека в разных городах, но они встречались один раз. То есть не было серийности в этой истории. Но вот, например, здесь больше креатива с точки зрения того, что можно поисследовать.